А вы в курсе, что на газификацию населенных пунктов Кубани, модернизацию котельных, развитие сетей водоснабжения и водоотведения в регионе потратят более 600 млн. рублей. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. 600 млн. рублей выделено в регионе в рамках государственных краевых программ развития жилищно-коммунального хозяйства и развития топливно-энергетического комплекса. Запланирована и реализация более 30 инвестиционных проектов. Ну а начнем по порядку. Предлагаю обсудить газификацию населенных пунктов. Наращивание темпов по обеспечению региона голубым топливом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с директором «Газпромтрансгаз Краснодар» Денисом Васюковым. Сегодня голубым топливом регион уже обеспечен на 82%. Это огромное достижение вот этих совместных партнерских отношений. Результат. Конечно, сегодня газораспределительные станции, они сегодня перезагружены. Это тоже факт. Третье из них, конечно, нуждается в модернизации, потому что и время, и в целом, и край развивается. Естественно, что мы хотим и дальше развиваться, чтобы у нас появились промышленные парки, технологические парки. А для этого, конечно, нужно газоснабжение на очень высоком уровне. Поэтому я думаю, что тоже Денис Александрович на эту проблему посмотрит по-новому. Ее тоже нужно будет расшивать, как мы говорим, для того, чтобы мы дальше развивались. В том числе промышленные кластеры, которые должны в нашем регионе появляться. Конечно, для нас очень важный вопрос теплоэнергетики. Я думаю, что здесь хотелось бы, чтобы активизировать, в том числе и эти направления в нашей совместной деятельности. И, конечно, как бы передать активизацию конституционных соглашений в этом вопросе. Для нас тоже это стратегически важно, потому что это, в том числе, уход от потери, новое развитие, но, конечно, и платежи, в том числе мы сможем взять под более заключательный контроль. На встрече также говорили и о возможности перевода сельскохозяйственной техники в регионе на газомоторное топливо, что снизило бы затраты агропромышленных предприятий при закупке горюче-смазочных материалов. Годификация – это один из вопросов, который достаточно часто задают губернатору на приемах граждан. Такие личные встречи с жителями позволяют более оперативно и адресно решать проблемы жителей Кубани. В Краснодар на прием граждан Дарья Овсяникова приехала из Отрадненского района с просьбой ускорить газификацию хутора Чайкина. Там проживает около 300 человек. Провести голубое топливо местные власти обещали с 2011 года, однако технические возможности для этого не были созданы. Я от жителей хутора Чайкина по поводу газификации хутора. Трубы провожили, будки поставили, все. Насколько это правда или нет, то, что проект отправили в Ростов на тендер. Но когда это будет, не будет ли это, мы не знаем. Правда это или нет, мы не знаем. Долго не ждали. Я услышал о том, что Дарья Александровна говорит. Я уже не раз стоял вопрос об этом, о газификации. Евгений Владимирович, давайте подойдем более серьезно к этому вопросу. Еще раз подчеркиваю, Газпром готов, все готовы. Тоже здесь, наверное, системный подход, системная работа абсолютно. Потому что обидно им, когда в соседних населенных пунктах есть газ, если там труба проходит, а у них нет. И они тоже хотят так же, чтобы вот так вот кран повернул и комфорт там где-то зажглась. На приеме граждан стало известно, что населенный пункт уже в будущем году будет включен в краевую программу газификации. Вениамин Кондратьев поручил министру ТЭКа ЖКХ Края Евгению Зименко лично проконтролировать этот процесс. Также природным топливом обеспечат еще 22 населенных пункта в 15 муниципалитетах Кубани, среди которых Анапа, Геленджик, Туапсинские и Белореченские районы. Дмитрий Синусов приехал на прием из Абинска. Губернатору он рассказал, что северо-восточная часть города не газифицирована, в том числе и его дом. Дмитрий пожаловался, голубое топливо многодетная семья ожидает уже более пяти лет. До сих пор обогревает дом по старинке, дровами, когда прямо напротив проходит газопровод. Тем более, вот вас понимаю, когда у других газ есть, а у вас его нет. Знаете, у нас на Кубани как, говорит, пошла вода в хату. Но когда вода мимо идет, а в хату не заходит, ну непорядок, и душа болит. Вот я полностью здесь вас понимаю. Мне важно понять теперь, как сделать так, чтобы газ в вашу хату все-таки пришел. Проблема Дмитрия Юрьевича, она принципиальна. Не только его проблема для меня важна как решение, а проблема в целом. Как минимум еще части Абинска, которая без газа. Чтобы мы не сказали, ситуация не очень хорошая. И если 65% всего газификации Абинска, не очень хорошая, это мягко сказано. Там минимум должно быть 80%. Сделайте проект, как минимум, что 80%. Коллеги, сделайте. Знаете, вот не ищите оправдания. Найдите способы. Способы сделайте. Я гарантирую, что в следующем году, если сделаете проект в этом году, мы начнем газификацию Абинска. Ну а сейчас предлагаю поговорить о не менее важной теме – это капитальный ремонт домов. Надо отметить, что на Кубани выросла собираемость взносов за капремонт. Более 80% жителей региона регулярно оплачивают квитанции. Сегодня в крае уже отремонтировано более 1600 многоэтажек. Но, несмотря на положительную динамику, некоторые города и районы оказались в списке отстающих. Какую оценку поставил губернатор фонду капитального ремонта, узнаем из нашего сюжета. Посмотреть на эту пятиэтажку в центре Краснодара приходят даже жильцы соседних домов. С гордостью рассказывает Елена Клименко, старшая по дому номер 50 на улице Красной. И действительно, выглядит здание как после реставрации. По программе капитального ремонта здесь полностью обновили фасад. Больше 4 миллионов рублей выделили на работы из регионального фонда капремонта. Водостоки были в ужасном состоянии. Наполовину их не было. Просто не было кусков водостоков. Нижняя часть балконов со двора валились, еще раз повторяю, людям на голову, на машины. Чуть больше, чем за 4 года работы фонда капитального ремонта на Кубани восстановлено 1645 многоквартирных домов. На это уже потрачено около 2 миллиардов рублей. Такая же сумма сейчас направлена на текущий ремонт многоэтажек. При этом люди стали активнее перечислять деньги в фонд. Однако коэффициент полезного действия самой организации оставляет желать лучшего. Такой итог подвел сегодня губернатор края на расширенном планерном совещании. Еще пару лет назад жители края достаточно негативно оценивали вообще ситуацию капремонтов домов. И практически в каждом муниципальном образовании об этом говорили, мне говорили, что мы платим, ничего не делается. А если делается, то спустя рукава. Я могу сейчас констатировать, что безусловно спустя 2 года ситуация изменилась, но наверное не поменялась в корне. 2 миллиарда рублей уже расписаны на те подрядные работы, которые выполняются. Ну 3 миллиарда рублей, коллеги, пока лежат на счетах. Но фонд же это не банк, чтобы там деньги лежали. Вот 9 муниципалитетов у нас в прошлом году ни одного дома не отремонтировали. Как можно заставить людей из Гультеевического, Денского, Ейского, Калининского, Крыловского, Славянского, Староминского, Туапсинского и Услабинского районов платить, если у них через не года ни одного дома многоквартирного не отремонтировано? Как? Знаете, вот, коллеги, мне непонятно, когда есть деньги, по-простому говоря, ничего не решается. В перечисленных губернатором районах чаще всего работы срывались из-за нерасторопности подрядчиков. По их же вине во многом страдает и качество ремонта. Конечно, такая ситуация не в каждом доме, но подобные случаи не редкость. Количество не переходит в качество. Вот что сегодня тоже имеет место быть. И пишут, что отремонтировали, а она все равно протекает. Подъезд сделали, а он все равно уже облез, краска полезла, или там что-то еще что-то делается. Хотя качество это автоматически должно быть. Нужно нам в целом сделать, чтобы деньги, которые в фонде максимально работали, на жителей тех многоквартирных домов, которые регулярно эти взрослые платили. Вопрос здесь, конечно, и в уровне контроля ответственных лиц. Но еще стоит обратить внимание на то, кто становится исполнителем работ. Зачастую это компании из других регионов, которые просто нанимают субподрядчиков и не следят за тем, что происходит на вверенном участке. Ситуацию надо выравнивать в сторону местных компаний, заметил Вениамин Кондратьев. Есть малые частные предприятия, ремонтные предприятия, их достаточно. Мы не можем обеспечить ремонт, что ли, коллеги, не поверю я в это. А подрядные организации, которые встречаются со мной, это малый бизнес и где-то средний, они говорят, что подрядов нет. Либо давайте вместе соберемся с представителями малого бизнеса, среднего бизнеса, вот теми строителями, небольшими компаниями, которые пусть нам тоже скажут в лицо, как они могут или не могут они участвовать, в том числе в конкурсе на ремонт капитальных многоквартирных домов. В конечном счете все направлено на то, чтобы люди видели, за что они платят деньги. А когда средства аккумулируются на счетах, а дома ремонтируются кое-как, естественно, возникает недоверие. В таких случаях не может быть абстрактного ответственного лица. Спрашивать за недочеты будут с конкретных людей. Нужно кадровое сегодня усиление. Значит, давайте его делать. И не могут те, кто сегодня, значит, они не должны занимать должности попросту. Не должны занимать должность. Люди не должны страдать от нерадивости чиновников, неважно на крыльевом уровне, либо на муниципальном. Не должны. Никто не мешает, коллеги, никто не мешает. А мы сейчас начинаем, такие, еще раз подчеркиваю, деньги, миллиарды лежат, и мы пытаемся себя оправдать. Да нету здесь оправданий. Нету здесь оправданий. Берите и выстраивайте алгоритм. Еще раз подчеркиваю, если в каком-то районе он не выстраивается в силу отсутствия компетентности тех или иных должностных лиц, значит, обозначайте фамилии этих должностных лиц. Но и ответственность главы фонда никто не снимал. Это его задача сегодня – обеспечить им взаимодействие. И результат. Люди спрашивают с нас, с краевого фонда, потому что они платят в краевой фонд. Поэтому и ответственность, в первую очередь, коллеги, на крае. Сейчас в регионе составляют план по многоквартирным домам, которые попадут в программу капремонта в следующем году. Для этого проводят обследование зданий. Всего же на Кубани до 2043 года планируют отремонтировать почти 18,5 тысяч домов. В их числе и сочинские многоэтажки. В городе цифра по собираемости взносов чуть более 60%. Те, кто платит по счетам исправно, уже увидели реальный результат региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Жители дома по улице Рос-82 теперь поднимаются на свои этажи на новом лифте. Его заменили благодаря ответственным сочинцам. Они исправно оплачивали квитанции за капитальный ремонт своего дома. Итог – новый лифт. И таких примеров в Сочи немало. В рамках программы капитального ремонта в 2019 году планируется заменить 68 лифтов. Из них уже 60 на сегодняшний день в работе находятся. В 2018 году был заменен 21 лифт. То есть в этом году наращиваем темпы. Ежемесячная плата по квитанциям за капремонт в Сочи – 5 рублей 32 копейки за квадратный метр. Кстати, это один из самых низких тарифов по стране. Размер платы небольшой, а вот стоимость капремонта порой исчисляется сотнями тысяч рублей. Замена устаревших лифтов, счетчиков, инженерных сетей, ремонт крыши и фасада. На это и многое другое могут рассчитывать те дома, жители которых исправно делают взносы. Жители довольны, когда видят результат. Считают, платили не зря и будут продолжать пополнять фонд. Ведь работы в доме еще много. Заменили горячую и холодную воду. Коммуникации. Поменяли старую на новую. Конечно, необходимо было. Потому что, например, уже холодная вода, там она еле-еле держалась труба. Вся ржавая была. Ну а теперь о культурном подходе к мусору. На новую систему работы должны перейти все субъекты России. Работу региональных операторов, то есть компаний, которые будут отвечать за сбор мусора, обсудили на специальном совещании. Пластик налево, макулатура направо. Наводить порядок в мусоре – основная задача на сортировочном заводе. Отделить одни виды отходов от других очень важно, ведь это возможность отобрать сырье для его вторичной переработки, что в свою очередь уменьшит количество мусора, складируемого на полигонах. С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа. Все от сбора до утилизации должно стать по-другому. Сортировочным и перерабатывающим комплексом в этой цепочке отводится одна из ведущих ролей. К примеру, из автомобильных шин получают резиновые гранулы, которые идут потом в производство покрытий для спортивных площадок. Конечно, нельзя допустить такой ситуации, заявил губернатор, чтобы в ходе реформы тариф на обращение с такого вырос, а реальные изменения люди не заметили. Важно, чтобы стабильности была и раздражения у населения не было от того, что сегодня мусор дорожает, дорожает, а качество уборки лучше не становится. Вот это сегодня основное, что раздражает жителей. И неважно, города Сочи, города Краснодара, либо другого какого-то муниципального образования края. Вот именно это раздражает. Поэтому соразмерно, еще раз подчеркну, мы должны сегодня добиться того, чтобы платили, да, и может быть индексировано сегодня соразмерно качество уборки мусора. Люди должны понимать, что лучше становится, что мусор не валяется сплошь и ряд. Вениамин Кондратьев просит министра ТЭК и ЖКХ края внимательно отнестись к формированию тарифов по обращению с коммунальными отходами. Рост должен быть обоснованным и только в рамках нормативов. Никаких повышений под шумок реформы быть не может. Оно не пересматривалось, но ничего и не делалось. Поэтому, знаете, вот говорит то, что надо повысить, потому что нужно повысить. А что мы сделали для того, чтобы нужно повысить? Мы думаем, что в этот промежуток времени строили новые полигоны? Нет. Вот если бы край вкладывал, либо бизнес вкладывал, и выкладывал, а параллельно повышения тарифов не было. А они говорят, ребят, мы же вкладываем. Посмотрите, а тарифы стоят на месте. Но они ничего не вкладывали. Тарифы почему должны были расти? Как объяснить сегодня жителям края, если тот или иной региональный оператор, который считает экономику, но свою экономику, поднимает в три раза цены? Что он поставил какие-то сортировочные или мусороперабатывающие заводы? Вот здесь нет соотношения цены и качества. 80% стоимости тарифа зависит от транспортных затрат. Чтобы снизить их, важно продумать оптимальную логистику перевозки мусора, а также увеличить количество полигонов. Чем их больше на территории, тем меньше до них добираться. Сейчас в крае 14 лицензированных мусорных полигонов. Добавить еще 23 полигона. Это те полигоны, которые введены в эксплуатацию до 1 января 2019 года, но не имеют разрешительной документации. Соответственно, эти полигоны необходимо будет до 2020 года, на них получить все те документы, которые требует законодатель. В связи с добавлением 23 еще полигонов, тариф, безусловно, может быть пересмотрен и он будет снижен. В каждом городе, станице и поселке Кубани должно стать чище. Не может быть речи и о несанкционированных свалках. По новому закону собирать, вывозить и утилизировать мусор в крае должен региональный оператор. Пусть бизнес будет, но у бизнеса будет своя ниша. А вот за политику, вот за нее отвечает государственный региональный оператор. Один, но еще раз подчеркиваю, он государственный. А непосредственно бизнес, компании мусороуборочные, они могут быть чисто коммерческими, но в рамках стратегии, которую вырабатывает один государственный региональный оператор. Цена образования, уже стратегическое дальнейшее совершенствование мусоропереработки, мусоросборки, мусороутилизации, это уже государство не должно выпустить из своих рук. Совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами селекторное на видеосвязи главы одновременно всех районов. Принципы работы с ТКО должны быть едиными для каждого населенного пункта, а значит формат регионального оператора очевиден, считают в муниципалитетах. То, что касается по уборке мусора, коллеги, не нужно забывать, вот как вы правильно сказали, это политическо-социальный вопрос. Если мы говорим об экономике, то тогда может быть это предприниматель. А именно то, что касается социально-политического вопроса, то оператор должен быть краевой, то есть единый, краевой. Потому что мы можем наткнуться на такие вопросы социальные, которые экономику подорвут на счет раз, на счет два. Сложно отрицать, что будущее в мусорном вопросе за строительством современных и экологичных перерабатывающих, а также сжигающих заводов. Полигоны с отходами устаревают и часто не отвечают требованиям. Раньше, когда закрывали подобные площадки, их просто бросали. Губернатор поручил разработать программу по рекультивации свалок в регионе. К мусору на всей Кубани должен быть культурный подход. Ну а в Сочи, например, мусорный вопрос решается в том числе и благодаря вторичной переработке твердых бытовых отходов. Смотрим сюжет. Казалось бы, самая обычная пешеходная дорожка. Но это только на первый взгляд. Плитка, которая выложена, сделана из переработанного пластика. Материал гораздо прочнее бетона, не боится сырости, невысоких температур. А еще не скользит и хорошо моется. Это наглядно показывает представитель компании, которая занимается переработкой пластика. Все. Вот она и помылась. И еще, что важно, такая плитка не потеряет свой яркий цвет. Тротуарную дорожку в качестве эксперимента уложили на Новогинской в районе ЦУМа. Говорят, такая плитка прослужит даже дольше привычной бетонной. Этот материал, который не используется, а выбрасывается на свалке, мы его взяли за основу и на основании его сделали полимер-песчаную плитку. Это достаточно новый инновационный материал. Мало кто о нем знает. И поэтому жители могут сами прийти, пройтись по дорожке, убедиться в его качестве. Сырье для изготовления плитки компании помогали собирать вот эти контейнеры, которые в Сочи установил уже другой предприниматель. Таких боксов для сбора пластика и картона в городе уже 850. Эти отходы сортируем по фракциям, брикетируем и отправляем переработчикам. Пластик в основном уходит у нас в Черкесск. Там есть крупная компания, которая занимается изготовлением текстиля, постельного белья и постельных принадлежностей. То есть из пластика они делают синтепон, который используют потом в одеялах, подушках. В планах компании перерабатывать пластик в Сочи. Для этого нужно закупить оборудование. При условии, если сочинцы будут быстрее наполнять специальные контейнеры и не выбрасывать в них все подряд. Вообще в Сочи проект по раздельному сбору отходов запустили всего полгода назад. За это время удалось собрать 4500 тонн пластика и картона и порядка 25 кубометров дерева. Этой работой в Сочи занимаются 12 компаний. Они дают вторую жизнь не только пластику и дереву, но и стеклу, металлу и пенопласту. Не занята пока ниша строительные отходы и шины. В перспективе, если задействовать все компании в полную мощность, мы в перспективе сможем забрать на переработку где-то около 30-35% всех отходов, которые есть. Опытом Сочи и с другими городами Краснодарского края в системе обращения с отходами готовы делиться коллеги из Австрии. Делегация из этой страны приезжала в Сочи на первый российско-австрийский форум под названием «Сочинский диалог». Последние десятилетия Австрия демонстрирует один из самых высоких показателей в мире по сбору и переработке мусора. Поэтому неудивительно, что одно из направлений, которое краевые власти на полях форума обсуждали с иностранными гостями – это утилизация отходов. Мы хотим взять все-таки акцент на мусоропереработку. Мы сейчас максимально изучаем этот вопрос, чтобы не захоранивать мусор, а уничтожать. Вот сегодня стратегическая наша задача. Мы можем по качестве пилотного проекта, конечно, рассмотреть более предметно все-таки варианты, которые вы предложите, и применить их непосредственно к нашему региону, либо к конкретной зоне, и посмотреть, что из этого выйдет. Но явно одного или двух заводов будет недостаточно. Это достаточно такая должна быть системная работа. То есть мы должны полностью сетью накрыть весь регион. У нас есть успешная практика совместной работы нескольких муниципалитетов в вопросах утилизации мусора. Уверен, этот опыт можно было бы применить и в Краснодарском крае. По итогу встречи губернатор поручил министерству ТЭК и ЖКХ детально проанализировать предложения от австрийской стороны, касающиеся строительства современных мусорных полигонов. Еще одна важная тема – это переселение кубанцев из ветхого и аварийного жилья. На эти цели в этом году регион потратит 220 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Жилая городская среда». 263 человека благодаря этим средствам переселят из 118 домов, которые уже непригодны для жизни и признаны аварийными до 1 января 2017 года. Деньги распределят между Краснодаром, Горячим Ключом, Кропоткиным, Алексеевским сельским поселением Тихорецкого района и Южным поселением Крымского. В Краснодарском крае с 2009 года расселено более 12 тысяч человек. До конца 2024 года планируют расселить еще 2400 кубанцев. Что касается ветхого аварийного жилья, Край, конечно, занимается этой проблемой. Благодаря, опять-таки, федеральной поддержке, около 12 тысяч мы расселили жителей вот такого ветхого аварийного жилья. Ну, конечно, это недостаточно, потому что еще огромное количество людей, которые тоже надеются и ждут, надеются на эту федеральную программу в первую очередь. Проблема в том, что в программу не попадает блокированная застройка. В крае около 130 домов блокированной застройки они не попадают в федеральную программу переселения Минстроя, но выход уже найден. Есть муниципальные программы, вот насколько я знаю, есть в Краснодаре, есть в Сочи, есть в Новороссийске. Сейчас другие муниципалитеты начинают разработку своих программ, в которые будут включаться, ну, так называемый, есть такой термин, жилые дома, блокированные застройки. Это дома, где количество квартир не больше, чем 10, и нет помещения общего пользования. Вот эти дома в краевую программу, они не включаются. По требованиям федерального центра выделяется только на многоквартирное жилье. Поэтому муниципалитеты включают в свои местные программы вот именно эти дома. Ну и в завершении нашей программы несколько слов о системе водоснабжения Краснодарского края. На Кубани уже завершена инвентаризация системы. Это важный шаг к участию в федеральном проекте «Чистая вода». В его рамках край намерен привлечь более 600 миллионов рублей на улучшение качества водоснабжения населения. Планируется реконструировать порядка 130 километров водопроводных сетей. Также планируется восстановить в муниципалитетах 15 водозаборных сооружений. На эти цели из бюджетов всех уровней выделят более 2,5 миллиардов рублей. Добавлю, что отопительный сезон Кубань провела без сбоев. Глава Минстроя России Владимир Якушев назвал Краснодарский край среди регионов, которые провели осенний-зимний период наиболее успешно. Отопительный сезон закончен, а регион уже готовится к очередному. Так, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края развития топливно-энергетического комплекса, в текущем году будут построены две котельные в Абинском районе, начато проектирование газовых котельных в Белореченском и Кропоткине, а в Ленинградском районе начато проектирование котельные, которые обеспечат теплом сахарный завод. Также в Калининском районе проектируются три новые газовые котельные вместо изношенных котельных на жидком топливе. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе. Будьте в курсе всего, чем живет наш город и край». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.